Хорошо, у нас есть данные, давайте напишем некоторый код, который будет нам предсказывать правильный класс Есть вкладка kernels и каждый желающий может сюда загрузить собственное решение, чтобы поделиться с комьюнити И вот я загрузил некоторый бейзлайн на PyTorch и хочу его разобрать У него score 0.82, то есть на тесте он уже лучше, чем 0.67, который был изначально Более того, что мы можем сюда зайти и посмотреть на этот код, мы можем его еще выполнить и может быть как-то изменить, может быть как-то улучшить, чтобы получить более хорошее решение Для этого нам нужно будет сделать форк и тогда это будет уже наш собственный кернел, который является копией предыдущего Мы сделали форк, то есть копию кернела, либо это Python файл, либо это Jupyter Notebook, вот в моем случае это последний Настройки в менюшке settings, что тут важно, например это будет публичный кернел или приватный Допустим я не хочу ни с кем делиться своим решением вот этим и тогда я оставлю его приватным Должны быть включены вот эти флешки GPU и интернет, то есть как и в Google Collab, Kaggle позволяет рассчитывать некоторые вещи на GPU У него есть некоторые ограничения по длине сессии и по естественно вычислительным ресурсам, но тем не менее мы можем довольно хорошо использовать GPUшки, которые предоставляют нам Kaggle А интернет нам позволяет выходить в сеть. В данном кернеле нам понадобится выйти в сеть, скачать некоторые файлы, соответственно вот эти флажки должны быть включены Есть еще versions, то есть когда вы сохраняете свой вот этот вот кернел, когда вы нажимаете кнопку commit, у вас появляются новые версии, то есть это такой путь сохранения данного кернела Интересно, что каждый раз, когда мы делаем такой commit, Kaggle автоматически просчитывает весь кернел сверху вниз и говорит вам, как бы завершился он успешно или нет Итак, как же будет выглядеть наше решение? Как я уже сказал, это будет transfer learning, то есть мы возьмем некоторую архитектуру, в данном случае мы возьмем ResNet Мы эту архитектуру дообучим на новых изображениях и дальше отклассифицируем весь тестовый датасайт, получим некоторый submission CSV, загрузим его в лидерборд и получим наше место в лидерборде Субтитры сделал DimaTorzok